Песня 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 источник нашего воскресления, благообразного земли. Господи, Господи, благословение Твоей церкви, и высоте отчасти стены Иерусалимские. Тогда благоволейший жертву правды воскресения и сочетает, и тогда возбудши отсталет, и сочетает именение праздника и сочетания, не слева величайшая, встояなので니, головы горьком и сели. Слева Господа, прекрасная талина Господа. Благословение Твоей церкви, фıktом и сели complaining. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ангела мирно, верно наставника, хранителя, слушательца наших, у Господа проси. О, дай, Господи. Мощенья и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа проси. О, дай, Господи. Добрых и полезных душам нашим, и тиранирови, у Господа проси. О, дай, Господи. Мощенья и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа проси. О, дай, Господи. Христианские мужчины, живота наших, у бесповеденны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшных судейщих Христове проси. О, дай, Господи. И святую, и пречистою, и преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пристал Деву Марию, со всеми святыми помянувших, сами себе и друг друга, и ведь живот наш Христу Богу предадим. Субтитры создавал Dima Рощу. Сав artık. Субтитры создавал DimaRow. Ныне и песня и вовеки летло. Аминь. Мир, свет, мир, мое, мое, мое. Возлюбляйте, Господи, крепость и мое место. Бог отдайте нам, если мы сходим мы. Отца и Сына, и Святого Бога, Троеца, Единого Сочную и Неразделенную. Верей при мудрости вон мне, верой во единого Бога, Him х Верей при мудрости вон мне, верой во дверевых идей. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! 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 Помяни все, Господи, а надежды, желающие в сердце. Здесь мы не помираем, спокойно. Мы должны счастье с Богом. Еще, мол, я тебя помни, Господи, и всякое письмо право, и всякое право право, и все и дальше. Всякое предсвитие, во Христе дьяка, во всем священном 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 свете, ищетное словесное во вселенной. Посвяти и соборной апостолею святой, Безезвенния, Богослово, прошую сущую огору, Господицу святую величину Божью. Первых помяни, Господи, Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, И Господина нашего Высокопреосвященнейшего Генианина, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха Всея Белой Руси, Их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, Долгогенствующих, правоправящих Слово Твоей истины. Помяни, Господи, храм, обитель, сестричество, подгое, Тебе, граждане, плавающих, путешествующих, честных, здравых, Слово Твоей истины. И дашь нам, единым усты, единым сердцем, славить и воспевать, И причесное, и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Дуса, Ныне и присно и по вики веку. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми двоих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во веки веркот, во веки веркот. Песня «Святая, Святым» Песня «Святая, Святая, Святая» Песня «Святая, Святая, Святая, Святая» Песня «Святая, Святая, 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 Святая» Песня «Святая, Святая, 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 Святая» Песня «Святая, Святая, Святая, Святая» Песня «Святая, Святая, 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 Святая» И душам нашим верею, Иосиф. Слава Царь, Сына и Святой Духу, И небесной воле мира помоги. От юности и отреского народа всем Истинный страх православной церкви Я верася в весы, Священному ученичен и не армии. Приведутся страдания и суд неправедны, Вот без законов мужественного претерпевая, Святые церковную добору дали и непреданности, Тем же и быстро дам терпение и любить, а и сонник. Твоя же предмуженечествою кончиною Соблагодарение взывайте за вся Господь и слава тебе. Величай, 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 Величай нас, святитель Божий, ученицы, Вели, Аминь, Сергий, Юрий, Юрий, Аминь, И все честное страдание ваше, Величай, 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 глядзу новое, Продолжение следует... 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 препятствий, изъятию церковных ценностей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, ежеприятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих в сиюгодину испытания, пришедши на Русь святую, обышедши бабы Доши Юврази, ежеприятие спасение Твое, рцем вси Господи услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, ежеприятие и милостью презрете на воинство и всезащитники Отечества нашего, ежеприятие, утвердите нас всех в вере и единомыслии, здравии и силе Духа, рцем вси Господи услыши и милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме всем, в друждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Божий сил, Боже спасение нашего, призрих милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сего браньи, хотящие ополчившися на Святую Русь, включающие разделить и погубить единые народы. Восстань Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу и Твоею победу, верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй в духе братолюбия, укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу твою я же из церкви живаго Бога и замыслы их не испровергни, благодатью твоей власти придержащую ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные кровы и знания сущие в домом веди, алчущие напитая, недугущие и страждущие укрепи исцели, смятение и печали сущим, надежду благую утешение подашь, всем живоднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов дару и блаженную покоение сотвори, исполни нас, я же в тебя верой, надеждой, любви, восставь и паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие друг к другу, любовь обновь в людях твоих, якуды, единым и усты, единым сердцем, исповемося тебе, единому Богу, в Троице славимому, ты будешь из уступления, победы и спасения, уповающим на тебя и тебе славу высылаем, отцу и сыну и святому духу, ныне и пресно и вовеки веков. Помолитесь о оглашении, Господи, Вернее у оглашенных помолимся, Господь помилуй, огласит их словом истинным, Господи помилуй, открыт им Евангелие правы, Господи помилуй, соединит их святей своей соборней и апостольской цели, Господи помилуй, спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью, Господи помилуй, оглашений главы Ваши, Господи, и вовеки веки веков. Иди с нами славят предчестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Оглашений из идите, да никто от оглашений, и лицеверней, паки, паки, миром Господу помолимся. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи помилуй, премудрость. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Паки и паки, миром Господу помолимся. Господи помилуй. О свышнем мире и спасении душ наших. Господи помилуй. О мире всего мира, благостояний святых Божьих церквей и соединений всех. Господу помолимся. Господи помилуй. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь. Господу помолимся. Господи помилуй. Вы избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи помилуй. Премудрость. Яко да подержава Твоей всегда храним и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Сыну и Сыну и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Яко да подержава Твоей всегда храним и тьмы веки 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 веки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Исполнием! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Исполнием! Добро пожаловать в наш канал! 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Станем добре, станем со страхом, вон мем, святое возношение в мире приносите. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Благодарим Господа! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Победную песнь, поющая, вопиющая, взывающая и глаголящая. Слава Богу! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Господь, как творим. Вся святая поминувшая, паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. По принесенных и освященных честных даре, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я, когда человека любит Бог наш, приемья вы, святый и пренебесный, и мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, возниспостит нам божественную благодать и дар Святого Духа. Помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Нас свято, мирно и безгрешно у Господа проси. О, дай Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси. О, дай Господи. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа проси. О, дай Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа проси. О, дай Господи. Прочие время живота нашего в мире и покаянии и скончании у Господа проси. О, дай Господи. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове проси. О, дай Господи. Соединение веры и причастия Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадись. Теперь Господи. Исподоби нас, Владыку, с одерзновением неосужденно смете призывати тебе, небесного Бога Отца и глагола Ти. Исподоби нас, Владыку, с одерзновением неосужденно смете призывати тебе, небесного Бога Отца и глагола Ти. Исподоби нас, Владыку, с одерзновением неосужденно смете призывати тебе, небесного Бога Отца и глагола Ти. Яко Твое из Царства, из силы и славы Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Мир всем. Главы Ваши, Господи, вы преклонитесь. Благодатью и щедротами и человеколюбиям, народного Сына Твоего, с Ним же благословенный Ти, со Пресвятым и Благим, жертворящим Твоим Духом, ныне и пристно и во веки веков. Аминь. 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 Святая, Святым. Святая, 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 Иисус Христос, слава Бога Отца и веке. Хвалите Господа Господа с небес! Хвалите 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 Господа с небес! честность священная, Твоя, ученики Саделовой, приятелищи, мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселение правды, благоволи мне, усрести Тя на облаце, с Судью и Создателем моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно в свобословле и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, единими и власть человеком, оставляйте грехи, якоб благо человека любец, презримое все ведение и неведение прегрешения, и сподобиями они осуждены, причаститесь божественных и преславных, и причистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущего живота и Царствия в стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, ибо и все Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне, причащащи причистого Твоего тела, и честные Твои крови, повинен есть мы суть себе яму пью. В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя Евангелие история о том, как к Христу пришел несчастный родитель, отец, и стал умолять помочь ему, потому что его сын был бесноватым, он был одержим. И он приводил к ученикам Христа, и те не смогли ему помочь. И вот он уже отчаялся, конечно, и обратился к своему Спасителю, Господу Иисусу Христу, и тот исцелил этого несчастного отрока на радость своему Отцу. И сказал при этом, что этот Дух нечистый, который им обладал, изгоняется молитвой и постом. Эти слова Христа сейчас в этот момент особенно актуальны, потому что мы стоим на пороге Успенского поста, одного из самых строгих и в то же время важных постов, посвященных Божьей Матери. Сейчас люди навеселились, нагулялись уже в своих отпусках, загорели как следует. И в предвкушении нового учебного года и рабочего года, а раньше, в общем-то, так год и начинался осенью, в сентябре. И по ощущениям, это и есть начало нового года. Люди как-то приходят в себя и подводят итоги своего отдыха веселого, начинают каяться, приходить в храм, и все уже готовятся к наступлению нового учебного года и уделяют особое внимание и детям своим тоже. Но в страдании этого отца двухтысячелетней давности, знакомые нам всем, мы тоже мучаемся от того, что происходит с нашими детьми, и, приходя в отчаяние, обращаемся к Христу, чтобы хотя бы Он их спас, вразумил и исцелил от одержимости. Сейчас мир очень много предлагает видов этой одержимости в больших количествах. Все очень доступно, и мы, родители, и мы, люди, от которых это зависит, слишком несерьезно и преступно, по сути дела, относимся к тому, что предлагается нашим детям. И несмотря на то, что сейчас очень время тяжелое и ответственное для нашей страны, тем не менее, вот эти все беснования, они продолжаются, даже, может быть, с новой силой. И это, конечно, грозит нам очень серьезными карами и поражениями, и болью, и страданиями, потому что мы сами своих собственных детей отдаем на служение дьяволу, когда допускаем все это. Или когда проходим мимо этого, когда не говорим об этом и делаем вид, что ничего не происходит и что все это нормально. Вы, наверное, обратили внимание, в общем, это не новая, конечно, проблема, все это прекрасно понимают, но уже на самом высоком уровне, выше уже просто некуда. Начинают мужи государственные говорить о том, что, попросту говоря, не хватает людей. Несколько дней назад уже сказали о том, что нехватка в МВД, ну, нет просто, нет людей, некому служить. И нехватка это уже критическая. И сейчас, особенно, когда стало необходимо воевать, работать, служить людям, вдруг с особой остротой это почувствовалось, а людей-то нет, откуда их брать. Это же нельзя так, как во время Великой Отечественной войны. Действительно, какой ресурс был человеческий. Люди были сильные, выносливые, умелые, скромные. Да просто их было очень много. Они все росли в больших семьях, работали с детства. И они действительно могли представлять из себя очень грозную силу, только надо было их всех организовать, в общем-то, что и делалось. А сейчас надо людям работать, надо воевать, надо следить за порядком, надо лечить, учить. И во всех отраслях говорят, а людей-то нет, откуда их брать. Уже выходят и говорят, вот в России такие демографические проблемы. уже как бы стало можно об этом говорить. И в то же время вот эти все комбинаты по уничтожению нашей молодежи, они также активно работают, действуют. Вот далеко не надо ходить. Вот здесь просто по округе в радиусе полутора километров погулять, посмотреть, что происходит, начиная часов с пяти вечера каждый день. Громная толпа людей, в первую очередь молодых, способных, сильных, детородного возраста, от самых юных и до уже зрелых, все просто сидят и пьянствуют. Ну, хотя бы это просто, да, уже не говоря о том, что дальше они делают и чем занимаются вот этих всех ночных заведениях, которых сколько в Москве? Тысячи, наверное. А потом мы начинаем задаваться вопросом, откуда нам взять людей, откуда их взять-то? Вот если взять молодого человека, допустим, 18-летнего, таких, конечно, уже почти не осталось, совсем такого действенно чистого, знаете, который можно себе представить, даже вот так особо с алкоголем, еще не подружился, не прошел вот эти как это самоутверждение вот это. Ну, и запустить его полгодика вот так вот, два-три раза в неделю так, чтобы он так попил нормально и все. Это гарантировано на всю жизнь, уже эта история на всю жизнь. То есть, это не значит, что он будет алкашом умрет под забором, но в принципе, этот человек должен будет всю жизнь об этом думать, что там, сдерживать себя и его родные должны об этом помнить. Это все, в общем-то, недолгая история. Это вот на первом курсе там, погуляли, попили, повеселились там, потом к четвертому курсу уже часть уже алкашов таких сформировавшихся, а дальше все, кто дальше работает, там, что-то семьи создает, тем не менее, они тоже в группе риска, они как бы за этим следят, и самое ужасное, что это же сейчас не только мужчины, девочки, девушки. И потом мы выходим, говорим, а где люди вообще, что нам делать, там, некому, некому работать. Сейчас же выходит, говорят, вот деньги хорошие будем платить, научим вас, оборудование дадим. То, чего долго очень людей лишали, не было куда, вот куда пристроиться. Вот сейчас, пожалуйста, зовут и долг, и, как сказать, почетная это такая должность, настоящая. Вот будешь мастером, будешь работать, будешь хорошие деньги получать, и уже как-то и некого, акте, откуда их брать-то. Потому что они все вот через это все прошли, вот эти вот псевдовоенкоматы, через вот эти вот клубы ночные, где и наркотики продают разные, понимаете, там они все время меняются, там, 10 лет назад были одни, сейчас другие, третьи, четвертые, сейчас туда вплетается вот эта вся история компьютерная, и вот так потом родители приходят и просят за своих детей, и даже вот они придут к Богу родители, пытаются детей своих привезти, а дети уже такие, ну взрослые, там лет по 30, и уже не тяжело, понимаете, ничего невозможно, и родители мучаются, и батюшки мучаются, и всякие центры там создают реабилитации наркоманов, там, алкоголиков, но, понимаете, этого столько много, что уже сделать с этим ничего невозможно, и потом те люди, от которых это зависит, выходят и говорят, а знаете, что-то у нас народу не хватает, что-то у нас такие проблемы большие, нам, родителям и людям, которые ответственны за них, за детей, за наших, надо очень серьезно заняться этим делом, Господь, конечно, волен исцелить нас, но это и не значит, что мы должны совершенно безрассудно относиться к тем дарам, которые нам дают, и еще на одни слова хотелось бы сегодня обратить внимание, это слова апостола Павла, когда он говорит, что нам, свидетелям последних времен, мы как бы приговорены к смерти, это он говорил тогда, 2000 лет назад, мы позор для мира, но мы самые верные ученики Христовы, вот состояние человека, приговоренного к смерти, оно на самом деле очень померзки-то это, конечно, страшно, а с другой стороны, человек уже абсолютно свободен, он ничего не боится, и вот этого духа ждет от нас Христос апостольского, чтобы мы были как люди, которые уже нечего терять, и они ничего не боятся, а им нечего терять, кроме Христа и своей веры, как не было терять ничего апостолам, вот кто это были, а это были неизвестные люди, не обремененные имуществом никаким, никакими связями, никаким, собственно говоря, даже положением в обществе и образованием, они ничего не боялись, но именно они перевернули в буквальном смысле этот мир, мы сейчас их чтим, ездим в паломничество, там, в собор святого Петра, там, просовываем руку, стараемся коснуться их мощей, вот этих мучеников, апостолов первых веков, но мы-то едем, конечно, мы там живем в хороших отелях, летим на хороших самолетах, нам еще надо потом, после того, как мы прикоснулись к их мощам, как следует попробовать местную кухню и такое, и вот эти торжества церковные, они же тоже такие, как сказать, ну, довольно богатые и безмятежные, апостолы и Христос, они совсем по-другому жили, и этими словами как раз тоже апостол заканчивает сегодняшнее чтение, что подражайте мне, как я Христу, мы должны подражать и апостолам, и Христу в этой вере нашей бесстрашной, и мы должны бесстрашно бороться из-за наших детей, потому что даже если мы не были людьми верующими, христианами, даже если мы не знали о теле и крови Христовых, просто даже по-человечески если рассуждать, что от нас останется, что будет дальше, если мы своих детей отдадим в руки дьяволу, что мы будем делать, какое будущее нас ждет, даже самого законченного материалиста, вот какое ждет будущее, если он не позаботится о своих детях, чтобы они выросли нормальными, честными, искренними людьми, любящими. мы должны встать на пути у дьявола и не давать ему отравлять наших детей и помощью, конечно, в этом нам и молитва и пост, потому что это оружие, укрепляющее нашу душу и нашу веру, и Господь Иисус Христос не оставит ни нас, ни наших любимых, но только мы должны быть людьми бесстрашными и боящимися потерять что-то в этом мире, кроме Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Ты за старшего? Да, не скажи. Слава Богу. Со страхом Божиим и верою приступите. Господи, 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 я родися. Веруй, Господи, и исповедую, якутыиси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды в мир грешные спасти, от них же первый есмаз. Ищи верую, яко сие самое есть причистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости меня при грешении мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и с подобием я неосужденно причаститесь и при чистых Твоих таинств во оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечеря Твоя тайная, дни Сыне Божий причастниками прими, не по врагам Твоим тайну повем, не лапзанье Тедам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во царствие Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. В десятое воскресенье после Святой Пятидесятницы, как и в шести предыдущих воскресных чтениях, Церковь по-прежнему предлагает нам услышать избранный отрывок из Евангелия от Матфея. И как в предыдущих отрывках, он снова будет о чуде. И по принципу богословской лестницы, восходящей от более простых повествований к более сложным, этот отрывок раскрывает нам очередную теологическую и, конечно, духовную тайну. Поднимает как бы нас на одну очередную ступеньку вверх. Принцип вот такого постепенного раскрытия богооткровенной истины известен Церкви с самых древнейших времен. Данный педагогический метод ученые называют дисциплина аркани или принцип постепенного раскрытия евангельского повествования. Об этом еще апостол Павел вспоминает в своем послании Коринфянам «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». Вот и церковный лекционарий, последовательность вот таких отрывков, которые предлагаются нашему вниманию по воскресным дням, построены точно по такому же принципу дисциплина аркани. Каждый последующий рассказ сложнее предыдущего и раскрывает слушателям еще более и более важную истину о Боге. В литургическом чтении недели десятой повествуется об исцелении Господом Бесноватого. И в этой части, казалось бы, данный отрывок мало чем отличается от тех исцелений, от тех чудес, что мы читали с вами в предыдущие недели. Однако повествование десятой недели усложняется деталями о том, что исцелить Бесноватого пытались сначала ученики Спасителя, и у них ничего не вышло. Потому что они неверные. Какие резкие и даже жестокие слова, и какая разительная перемена произойдет с тем, кому они адресуются. Десять недель Церковь готовила нас к пониманию того, как изменились апостолы, как они изменились, когда на них сошла благодать Святого Духа в 50-й день. Помните, в прошлое воскресенье мы с вами слышали о неверии Петра, когда он чуть не утонул. Теперь вот уже второе воскресенье подряд вновь слышим упреки в адрес апостолов об их неверии, маловерии, сомнениях. Все изменила Святая Пятидесятница, все изменил Дух Святой, действующий в церкви, который из кифы сделал Петра, из Савла, Павла, из маловерных, трусливых рыбаков, сильнейших людей мира сего. Но со стороны человека также ведь необходимо какое-то усилие, и Евангелие сегодняшнего дня открывает эту новую богословскую истину, истину о синергии, о взаимодействии божественной благодати и человеческой воли, человеческих усилий. Но вопрос учеников, почему у них не получалось изгнать бесов, ведь у них вроде было все от Христа и распоряжение, и повеление, и полномочия, но оказывается у них не было ничего от них самих. Об этом и сказал им Спаситель, говоря о посте и молитве. И это новая поразительная богословская истина, которая постепенно, согласно принципу дисциплина Аркани, раскрывается нам церковным лекционарием вот этих воскресных недель. И сегодняшним десятым отрывком из Евангелия от Матфея заканчивается череда чтений, повествующих о чудесах Спасителя. Евангельским чтением следующей воскресной недели нам будут раскрываться еще более возвышенные и более великие тайны, но уже не на примерах чудес, а на примерах прообразов, притчей, прямых слов Спасителя. И об этом мы с вами узнаем ровно через семь дней. С праздником, с воскресным днем. Архангельская область, деревня Алексеевская. Здесь в 1873 году в семье священника Павла Казанского родился будущий священномученик Вениамин в миру Василий Казанский. Мальчик воспитывался в атмосфере благочестия и христианских добродетелей. С детства любил читать душеполезную литературу, в частности, жития святых. Особенно сильно Василий переживал, что времена мученических подвигов давно прошли, и у него не будет возможности доказать Богу свою веру. Однако Господь устроил иначе. После окончания школы мальчик поступил сначала в Петрозаводскую духовную семинарию, а затем в Санкт-Петербургскую духовную академию, где и решил стать монахом. Так в 1895 году Василий принял монашеский постриг с именем Вениамин и был рукоположен в Аиродиакона, а уже через год и в Сан-Ира монаха. Будущий священномученик быстро возрастал в церковном служении и уже в 1910 году был рукоположен во епископа Гдовского петербургского векария. Несмотря на епископский сан, Владыка Вениамин носил обычное священническое облачение и всегда, будто приходской священник, спешил по первому зову прихожан в самые отдаленные кварталы города. Большое внимание Владыка уделял проблеме падших женщин, выступал с проповедями в обществе Пресвятой Богородицы и многих его подопечных вывел на правильный и честный жизненный путь. За простоту и доброе сердце Владыка Вениамин был очень любим своей паствой. Поэтому в 1917 году, когда правящие архиереи избирались на епархиальных съездах Клира и Мириан, за Владыку было отдано практически стопроцентное количество голосов. Так он стал архиепископом Петроградским и Ладожским. Во время служения Владыка Вениамин направил все свои силы на защиту православного народа от гонений. Однако и после окончания гражданской войны насилие над церковью не прекратилось. Так с 1921 года началось изъятие церковного имущества в пользу государства. Святитель сказал, что они сами дадут все, что не участвует в богослужебной деятельности, но власти не прислушались к Владыке, сказав, что все имущество государственное. А в 1922 году в газете вышла обновленческая статья, обвиняющая последователей Владыки Тихона в сопротивлении властям. Так в мае 1922 года архиепископ был арестован. Во время суда он произнес следующее. Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем не провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение, святитель при этом широко перекрестился, и скажу, слава тебе, Господи Боже, за все. 5 июля 1922 года трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин вместе с другими новомучениками был расстрелян на окраине Петрограда. Так исполнилась детская мечта священномученика Вениамина Казанского умереть, пострадав за Христа. Вениамина Казанского Вениамина Казанского Вениамина Казанского Вениамина Казанского Вениамина Казанского Продолжение следует... 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 И всяк дар совершенствуешься есть. Сходя тебе, Отца, сведого тебе славу и благодарение, поклонение его засылаем. Отцу и сыну и святому духу, ныне и приясно, и во веки веков. Аминь. Благословение Господне на вас, такого благодатью человеколюбием, всегда, ныне и приясно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божие, упование наше славу и благодарение. Слава тебе, Сыну и святому духу, ныне и приясно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейшего ты, поблагослови. Воскресе, измертвый Христос, истинный Бог наш, молитвен при чистой своей матери, и жестых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святого священномученика Илариона, архиепископа Верейского, священномученика Вениамина Петроградского, и уже память ныне совершаем всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо и человека любит. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московской Грессии Аруси, истечесного Отца нашего Новестника, и кубина Иоанна, братья и святые, обители, сияньте, православные христианы, Господи, сохранит нам долгая лента и ствола Эдинес-плата. Завтра начинается Успенский пост, и сегодня вечером на вечернем богослужении будет торжественный вынос Христа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, якуне тринумеясь и грешных, но общниками быть и святынь Твоих, сподобив Иисии. Благодарю Тебя, камене недостойного, причистите все причистые Твоих и небесных даров, сподобив Иисии. Благодарю Тебе, Боже мой,